О истории религиозной жизни членов веков. Апокалипсическая взгляд на будущее. Христос придет и скажет, спросит, как он живет? Сможет ли он быть соучастником христианской общины в жизни будущего века? Или он не является участником трапезы Господа? Здесь также можно не только сатологически, но и взглянуть на эту притчу исторически. Есть история Церкви. История Церкви Викторской Заветки. Она рухнула, потому что превратилась неизвестно во что в революционное построение земной жизни. Но, к сожалению, та же история повторяется с христианством. Это история Древнего Рима, история Византийской Индии, история нашей России, нашей Церкви. Об этом прекрасно говорят. И поэтому даже сегодня мы возрождаем Церковь, на какую Церковь мы возрождаем. Крестовую или внешне какое-то подобие, внешнее устроение, или ту древолюционную Церковь, которая, так сказать, испытала крак и не выдержала испытания времени. И об этом всем задает нам сегодня вопрос эта притча, что мы задумывались, в каком христианство увидено. Что такое христианство? В чем его смысл? И в черном его значении? Это Царство Божие на земле. И мы знаем дальше, в этой притче вообще раскрывается очень глубокий смысл христианства. Входит хозяин дома и смотрит на гостей, и видит, что один из гостей одет непрятный, неопрятный. А это считалось неуважением к хозяину. Если ты бедный, то ты мог получить одежду у слух. В восток, там не надо было костюм одевать, там одевали эти покрова на бедные. Поэтому, если что, ты мог взять эту одежду и прилично выглядеть. А здесь явная демонстрация пренебрежения к хозяину, к его дому, к его окружению. И он хочет взять этого человека и спросить его с этой трапезой Господня. Он не может не участвовать, он чужой. И вот эти белые одежды, как говорится, одеты брачные, и он зато называет одеждами данной виновной в гостях крещения. Когда нас с вами крестят, в конце крещения одевают крещаемому белые одежды. Знак чистоты, знак обручения с Богом нашей души и бессмертной. И вот это обручение мы потеряли. Потеряли эту чистоту, потеряли эту красоту, потеряли эту белую одежду, превратили ее в грязный отряд. То есть наша жизнь христианская не соответствует своему предназначению. Внешне мы вроде бы стараемся быть христианами, а по сути бываем хуже язычными. И вот сейчас, сказал он возрождатель церкви, но возрождатель христианской жизни в нашем обществе, мы с вами христиане, трудно ответить на это вопрос. И священники этот вопрос задают себе, а мы хоть христиане или нет, и тоже трудно ответить. Куда мы идем? Кто с нами будет? И какие, как Господь нас всех спросит? И вот об этом, конечно, напоминает нам церковь, что невозможно вообще не задержать никакой позиции, никакую уже жизненную линию, если нет личного благочестия. Если нет личной чистоты, если нет личного соединения с Богом, то говорит церковь через исполнение Ему запаса. И, конечно, враг Агнца, это еще имеет символ нашей божественной трубки. И в церкви мы имеем величайшее таинство. Таинство суда и христией, таинство причастия. И во время причастия человек может вступить в единство с Богом, увидеть Бога, почувствовать Бога, принять Бога в себя, в свою душу, в свою жизнь, самому стать телом Христовым. И вот сейчас, допустим, воскресный день, много ли людей участвует в этом пире, в этой литургии, в богослужении, в какой большой наш город, и за хуманом прихожа. Сколько званных, а сколько пришедших. Мало того, мы с вами пришли, а у всех ли у нас еще брачная одежда, а у всех ли у нас чистая совесть, а умеем ли мы исповедаться, а самое главное, умеем ли мы видеть свои грехи. Поэтому в начало спасения говорил тебе, пан Затворник, когда ты осознаешь, чем ты грешен, вот тогда можно говорить о каком-то начале, нашего воцерковления, нашей духовной жизни. И вот к этому призывает нас сегодня, Святая Царь. И апостол Иоанн Богослов в своем откровении, в Абхалипсисе, говорит, блажен, кого Господь призывает на, как говорится, на вечер Аббаса. Третьего не дано. Есть только Бог, и есть только богатство человечества. А выбор за нами. Аминь. Господи, по-милу, Господи, по-милу, Господи, по-милу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok